АРМЕНИЯ ЕС Руководитель аппарата премьер-министр Республики Армения Араик Арутюня встретился с главой делегацией Европейского Союза в Республике Армения послом Василисом Марагасом. Собеседники обсудили ряд вопросов повестки сотрудничества Армения ЕС. В частности, говорилось об успешном ходе реализуемых в нашей стране при поддержке ЕС преобразований, развитии демократических институтов, реформе стратегических коммуникаций и программах, осуществляющих в других направлениях. Обе стороны подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокого уровня Армения ЕС США, состоявшейся 5 апреля этого года в Брюсселе. Стороны выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством и подчеркнули важность реализации последовательных шагов в этом направлении. Саркис Ханданян и заместитель госсекретаря МИД Латвии обсудили вопросы расширения межпарламентских связей. Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Саркис Ханданян встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Латвии Анджейсом Вилумсонсом. Ханданян написал о встрече в своем микроблоге. Вопросы двусторонних отношений региональной безопасности обсуждали с Анджейсом Вилумсонсом. «Я выразил готовность расширить межпарламентское партнерство между Арменией и Латвией», — написал Саркис Ханданян. Министр высокотехнологической промышленности Армении во Франции встретился с представителями военно-промышленных компаний. В рамках рабочего визита во Францию министр высокотехнологической промышленности Республики Армения Махитара Рапитян осмотрел павильоны международной выставки в Евросеттри. Организованные группой отраслей наземной и противовоздушной обороны и безопасности Франции. Министр осмотрел стенды армянских компаний. Он также встретился с представителями армянских и международных военно-промышленных компаний. На специальном мероприятии в GICAT Махитара Рапитян представил более десятка армянских компаний, представленных на этой выставке. Министр труда и соцвопросов в Армении и постоянный координатор ООН обсудили результаты совместных проектов. Министр труда и социальных вопросов в Республике Армения Нарек Макарчан принял постоянного координатора ООН в Республике Армения Франсуа Жакоб. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся постоянного сотрудничества в сфере труда и социальной защиты, результатов совместно реализованных, а также хода текущих программ. Подчеркнув роль эффективного отраслевого сотрудничества со структурами ООН, министр Макарчан высоко оценил их вклад в поддержку ключевых реформ, реализуемых в Армении. В этом контексте, в частности, была подчеркнута важность совместных реализуемых работ в сферах труда и занятости, социальной помощи, защиты прав детей, женских проблем и борьбы с торговлей людьми. «У нас широкий спектр сотрудничества со структурами ООН, которые охватывают практически все сферы системы труда и социальной защиты. Мы рады и готовы продолжить совместную работу как по уже намеченным, так и по новым направлениям», — отметил министр. Касаясь отраслевых стратегий, Нарек Макарчан представил определенные приоритеты в сферах демографии, занятости, социальной поддержки и запланированные в этом направлении работы. Министр отметил, что приоритеты сферы труда в занятости также рассматривались на прошедшей недавно в Женеве 112-й сессии Международной конференции труда, в рамках которой был рассмотрен ряд вопросов, касающихся продвижения трудовых прав, обеспечения стабильной занятости, достойного труда и борьбы с бедностью. Франсуаз Жакоб также подчеркнула важность эффективного сотрудничества с министерством и подтвердила готовность вложить необходимые ресурсы и усилия в направлении развития сектора. В завершении встречи стороны выразили готовность дать практический ход обсужденным вопросам. Армения и Франция обсудили вопросы, касающиеся перспективных программ в области обороны. 19 июня министр обороны Республики Армения Сурен Папекян встретился с военным советником президента Франции, главой военного кабинета, генералом армии Фабьеном Мандоном. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны и будущей перспективы. Сурен Папекян представил ход реформирования вооруженных сил Республики Армения и задействия Франции в этих вопросах. Обсуждались также вопросы региональной и международной безопасности. Это были все новости к этому часу. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова